Всем привет! Сегодня снова с вами Басон и сегодня я решил поиграть в игру Heroes of the Storm. У нас недавно прошло обновление, теперь игра называется Heroes of the Storm 2.0. Blizzard решила переделать игру на другой лад немножко, то есть они изменили механику присвоения уровней. У нас теперь в игре добавлен новый персонаж Гензи. Blizzard, я так думаю, решил перекочевать всех персонажей из Overwatch в Heroes of the Storm. Плюс у нас теперь общий уровень игрока складывается не из полученного опыта за игры, которые вы проводите. То есть шкала уровня не заполняется, как раньше до этого было, а складывается из общего числа уровней самих героев. То есть когда выбираете героя, видно здесь уровни 7, 1, 1. То есть все суммируются значения эти полные и получается уровень. То есть уровень можно получить спокойно, поднять до высокого, прокачивая нескольких персонажей до определенного значения, когда оно уже туго не идет. В игре появились новые, так скажем, единцы валюты, что ли, осколки, которые появляются в сундуках. Здесь также в игру добавили сундуки, вот они, контейнер называются, как и Overwatch. То есть есть эпические, по-моему, легендарки, что ли, и обычные. Но этот у нас контейнер можно купить за кристаллы, которые у нас были в игре, но они покупаются за реальные деньги. Когда вы зайдете в игру, вам дадут бонус 1000, что ли, кристаллов. И будет возможность там до какого-то, до 15 или 25, что ли, мая получить бонус-пак из 20 персонажей. Там пакеты убийцы, поддержка, защита, то есть хиллеры, грубо говоря. Пакет танков, 20 танков и универсальный, то есть включающий в себя все классы, но всего по 20 персонажей. Купить можно только один пакет. Стоит он 100 кристаллов, у меня 1000, но, как видите, я в коллекции уже ничего не могу. У меня мега-пакет убийц, вот он. Все, какие включены в него, можно посмотреть. Дальше у нас также здесь в коллекции появились герои все купленные, какие герои есть. Их можно также купить за кристаллы, можно также за золото, как и раньше было. Облики появились, вот, как видно, есть легендарные облики, есть. Раньше покупались за реальные деньги, теперь можно купить с помощью кристаллов, которые можно же купить на реальные деньги, а можно также и не покупать, и просто заработать вот эти осколки из сундуков, только просто много грабить и собирать. Плюс из сундуков выпадают те же облики, может также легендарка упасть, может также выпадать транспорты, граффити, там, знамена, вот здесь, комментарии. То есть, они меняются, реплики, смайлики, портреты, стимуляторы, стимуляторы, по-моему, здесь не выпадают. Ну, по крайней мере, у меня, вот, скажем, транспорт, сейчас скажу, вот, демонический скакон, легендарный, выпал. То есть, спокойно может выпасть. Когда зайти в игру, а пересчитается уровень заново по героям. То есть, грубо говоря, как Overwatch стало. То есть, появились граффити, флаги, там, реплики, образы. То есть, можно встретить даже первоуровневого героя, который там одется в офигенный шмот. Также в игре была иномора, по-моему, добавлена новая карта. Здесь подробнее можем смотреть. О Гензи, новом с персонажей. То есть, изменения какие-то, где-то капитальные прошли, где-то, в принципе, не произошло ничего интересного. Единственное, что вот теперь стала возможность получить облики и все остальное тупо за, знаете, осколки, которые упадают из сундуков. И вот сами контейнеры эти были введены, то, что они позволяют получать в процессе игры различные плюшки веселые, интересные. Дальше у нас, давайте посмотрим. Персонаж ассортимент расширился. Давайте поиграем, я не знаю, кем, мурадином или мясничком поиграть. Давайте мясничка выберем. Сыграем быструю игру. Что у нас изменилось? Heroes of the Storm мне больше нравится, чем Dota, скажем, потому что здесь нет необходимости покупать шмот. Здесь каждый уровень идет прокачка способностей. То есть, у вас база способностей, они есть, и таланты. Каждый уровень, там, первый, четвертый, седьмой, десятый и так далее, как и было, вы получаете какой-то бонус, который можете применить. Он действует постоянно. И вам нужно всего лишь поджимать какие-то кнопки, на которых у вас скиллы есть. Этот плюс в том, что не надо отвлекаться на какой-то фарм денег, покупку шмота. Единственное, здесь тоже нужно фармить уровни. Чем больше вы там убиваете, тем больше уровней. Не обязательно героев, но именно просто вообще убивать. То есть, можно просто нейтрал вкосить, можно героев, без разницы, как вам угодно. За героев, конечно, само собой больше. Чем больше вы убьете, тем больше уровень будет вашей команды. То есть, общий опыт складывается, а не каждого отдельно. То есть, и будет так, что у вас в Кабаде один двадцать пятый, вы там двадцатый. Все будут ровно на того уровня, который общий дает опыт. Чем вы быстрее нафармитесь, тем быстрее будете убивать противников. Карта здесь интереснее, потому что в доте одна карта, единственная. Там сейчас пользуются всякие дополнения, там типа вот арен, там всякая фигня сделана. А здесь вот по разным значениям, но принцип-то один и тот же. Нужно победить цитадели врага, уничтожить. Здесь просто принцип разный. Где-то нужно какой-то захватить алтарь, который позволяет призвать монстра мега, который пойдет всех крушить. Другой, там наоборот, будет стрелять из пушек, там какой-то корабль по цитадели вашей. То есть, здесь интересней. Вот у нас игра сейчас начнется. Точнее, не начнется, сейчас начнется загрузка, ожидания игроков. Ожидание, в принципе, тоже бывает длительное, как и в доте, той же в Лиге Легенд. Защищайте цитадель, сопровождайте грузы, усиливайте грузы. Здесь уже, сколько крал, давно я, в принципе, до обновления, встречаются такие игроки, что, ну, просто мясо. То есть, здесь уже играть надо командно, а по одиночке тебя просто вынесут. А командой ты имеешь что-то, возможность сделать. Даже вот сколько играл уже раньше, тем же Рейнером, я и спокойно мог, в принципе, гасить, в одиночку кого-то там вливать. Сейчас просто скиллы переделали какие-то, меня просто выносят на ура. Также вот мясником, он как появился, я попробовал пару раз, меня вообще вынесли после обновления. Потом приноровился, уже, в принципе, начал косить. То есть, если ваша команда вместе уходит, то вы можете кого-то убивать спокойно. Если не ходите вместе, то извините, будете проигрывать. И плюс то, что здесь, в отличие от доты, там нет разделения сервера. То есть, здесь часто встречаются очень иностранцы. То есть, в чате не удивляться, что будут писать по-английски. Это привычная вещь, так сказать. Так, уменьшает. Так, пойдем набивать кровь. У нас мясничок. Так, куда? Наверх. Здесь две линейки, не три. Все поломились в одно дупло. Пять, четыре, три, два, один. Ну что, погнали. Все еще точно зависит от карты. Там те же поддержки, как типа Газлоу, в принципе, могут не понадобиться на некоторых картах. Запалили. Нового у нас, походу, я так понял, здесь ли кто у нас. Нам надо набирать кровь. Да, помощи, конечно, от этого особо не будет. Но кровь не нужна по-любому. Так, крови много. Говорится, крови много не бывает. Блин, сосранец, он же не на визе ходит. Ну ничего. Одного мужа помогли убить. Так, сейчас грузы пойдут. Будет веселее. Грузы размещены. Сопроводите свой груз до точки назначения. Сейчас будет весело. Выберите талант. Верующим дальность. Противник ведет обстрел. Ведется обстрел цитовели противника. Надо пофармить. Надо пофармить. Давай-давай-давай. Блин, загнали его туда. Мне хорошо с ними держаться, потому что они будут убивать и мне будет... Смысл у меня ворваться, конечно, нету. Да, зря ворвался, конечно. Да, и никто, кажется, сопровождать не идет даже. Четыре живых и никто. А, не один пришел. Так. Подождем. Так. Ведется обстрел цитадели противника. Противник ведет обстрел. Так, мне нужно крови побольше. И кого мы будем гасить? Войное убийство. Так, мне нужна эта кровь. Ожидается повторное размещение вашего груза. Так, минус уже парочка есть. На хрена они туда лезут? Я пойду лучше груз сопровождать. Груз противника снова размещен. Ваш груз снова размещен. Главная задача никто никогда не выполняет. Всем хочется почему-то попинаться с кем-то. Если игра идет на то, что кто быстрее дотащит свой груз, кто быстрее насчет обстрел. Противник ведется обстрел цитадели противника. Выберите татану. Так, сейчас наберу быстренько крови и пойду. Потому что надо усиливать наши, а не пофигу. Так, уходим, дурак. Че-то там забыл-то. Умирать решил, чувак, точно. Блин, одного завалил, второго не успел. У них уже преимущество по уровню. По киллам даже. Прокачиваться они даже не думают. Че-то я смотрю. Противник снова размещен. Дурак противника снова размещен. Давай-давай-давай. А ну, барак мой. Давай, добивай его, мать твою. Чему трудно влезть прямо в драку, а? Че люди настолько тупые, а? Так, вот это. Люди только поняли, что нужно усиливать чем-то. Ну, зашибись. Еще парочку забить. Так. Фонтану надо лежить. Давай-давай, еще чуть-чуть. Так, захватим кайту. Противник ведет обстрел. Да, поддержки никакой. Найки пушетку. Ведется обстрел цитадели противника. Никто даже не пытается продвинуть груз. Он назад идет. А, у меня как раз 125 уже, все. Мы набили у нас, верно, светится. А, они тут этого еще гасят. Тройное убийство. Ох, а хорошо. Че, есть желающие умереть? Че. Ты думал убежать от меня, малыш? Не на того напал. У меня теперь дамагу... Как не знаю у кого. Заходите, мужики. Даже ульту не прожал. Да и везите хоть разочек. А ну, Барак, привет. Ожидается повторное размещение груза Катин. Герой убит. Отлично. Да добейте его, ё-моё. Тебе надо поработать над техникой. Ожидается повторное размещение груза противника. Я один, блин. Тут бегаю, что-то делаю. Выберите талант. Так. Автотакен. Дефайте, мать вашу. Ну, зашибись. 20-17 как раз. Ваш груз снова размещен. Нам всего лишь груз довести. Союзник, вы не выстояли. Если он не рискнет оспорить, он труп. Да всё. Ожидается повторное размещение вашего груза. Хрен ты уйдёшь от меня, мужик. Ну и всё. Вот так вот и заканчивается игра. Если ты первый, грубо говоря, наберёшь побольше уровней и начинаешь играть. Грубо говоря, не первый раз персонажем этим. Ну и себе вступал вроде как бы танка и плюс такого ДД. Гибрида. 26% общего опыта команды. Плюс прокачивал и плюс всё остальное. Можно себе даже поставить лайк. Как видно, у нас тут наши все только один здесь. Тролль. Ну ладно. Не суть, что ли, важно. Давайте посмотрим, что у нас теперь. Так, мясничок у нас подкачался. Можно. Отлично сыграны. Так, задание выполнено. 200 золотых получили. Как видите, уже дофига опыт дают. 165 тысяч. А до следующего уровня нужно ещё 79. Общий уровень игроков складывается из значений всех героев, как я говорил. Золото у нас получилось 10-45. Но это мало. Там задание лучше выполнять. Статистика. У нас получается опыта. Больше всего мы унесли. В принципе, урона близко, грубо говоря. На втором месте по осадному урону. И по урон героям, в принципе, третье место. Нормально. Убиты 7 нами. 11 помощи. 6 смертей. Ну, что и джайна. Тоже урона дофига. Ну, так. Таланты у нас. Мы всё прокачали. Эти даже не успели полностью. Ну, так вот. Как видите, в принципе, игра осталась такой же. Только единственное, что изменилось. Теперь не нужно денег, как раньше было требовал Blizzard, чтобы купить там какой-то стиль, обликта персонажа, маунта. То есть, играть, в принципе, плюс ещё, может быть, балансы это подкрутили. Я не заметил такого особого. Но, если, грубо говоря, командно играть, то это, само собой, как сейчас было на примере, групп потери не будет практически, а победа гарантирована. Вот как они начали ходить вместе, они сразу начали выигрывать. А когда они сходили по одному, ну, вот и всё. Их все гасили. Так что, если вы давно уже не играли в игру, то я вам советую поиграть в неё. То есть, даже зайдя в игру, вы получите какое-то количество этих контейнеров, где вы можете что-то выпасть вам. И, в принципе, какой-то там стиль офигенный, на мясничка, примерно, получить. Вот здесь давайте посмотрим, какой у него легендарный. Вот такой у него есть, и ещё плюс цвета меняются. Всё это можно, само собой, получить, просто играя. То есть, уже денег реальных не нужно. Игра, получается, в неё перекочевывают персонажи из Overwatch, и плюс система контейнеров перешла из Overwatch, именно Kerasa Storm. Персонажей здесь большое количество. У меня на данный момент, так, в коллекции только 24,65. Я помню, играл раньше было около 50 уже, когда я перестал играть. Ну, в принципе, персонажи пополняются, учитывая, что так, по-моему, Overwatch-овские все переедут. Даже StarCraft-овские персонажи, обычный рабочий строитель. То, в принципе, игру ждёт дальнейшее улучшение, там, добавление. Плюс Blizzard допиливает баланс персонажей, где-то, если они были очень сильные, их обрезают. Которые были слабые, усиливают. В зависимости от позиции в игре. Ну, на этом, я думаю, закончим. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляем комментарии под видео, что бы вы хотели видеть в моих видео. Всем удачи, всем пока.